То, как все это дело прошло, конечно, должно было вызвать в Кремле разочарование. Потому что та информация, которая у меня есть из штатов о том, каким образом готовился расклад к этой встрече, я не сомневаюсь, что в Москве тоже про это должны были слышать, что там вообще был разговор о том, что может быть встречи ТТТ не будет, или если она будет, она будет там на 5-10 минут, а вообще там будет 3 на 3, значит, она будет носить такой гораздо больше аппаратный там характер. Поэтому то, что в итоге они просидели вдвоем и достаточно долго, это, конечно, безусловная победа Зеленского, а значит и Украины в целом, которые сам факт вот этого не могли в Москве не отметить. Кроме того, в Москве не могли не отметить вот этот документ, который сделан в качестве общего заявления, потому что на самом деле он написан для нас очень хорошо. Там нету фактически, как это всегда там европейцы нас там на это двигают, что главное это минские соглашения, главное выполнять минские соглашения, вот этого всего там нет. Это безусловно хорошо, то есть означает, что дипломатия отработала это на пятерку, потому что они именно этим занимались. То есть это есть дипломатика, раз которой должен заниматься лично президент про стратегическое движение вперед. Есть технические документы, которые отрабатываются МИДами и, соответственно, Госдепом. Вот стратегический документ, он хорошо. Здесь все сделан и, конечно, это должно было быть в Москве воспринято с разочарованием. По Северному потоку там тоже хорошие, правильные формулировки и так далее. А вот дальше, соответственно, начинаются, на самом деле, основные вопросы к этой встрече, относительно того, что мы получим с нее дальше. Понятно, что Зеленский ехал с настроением, что вот личная встреча, и вот он сделает революцию в ходе, значит, этой самой личной встречи. Ну, то есть он, в принципе, так к этому вопросу подходит. Ветер был явно встречный, потому что уровень раздражения лично у Байдена в отношении действующего руководства Украины, он достаточно высокий, к сожалению. Потому что вся эта история, значит, с сыном, расследованиями. Очень важна была негативная история совсем недавняя, когда, значит, они говорили по телефону и, значит, исказили содержание разговора. Это очень негативно было воспринято в Вашингтоне. А еще была очень такая личная обида, именно личная у президента. Где-то когда-то в июле, где-то в конце июля, начале августа, президент наш что-то сказал в интервью, что вы мне все время говорите про коррупцию. Так везде коррупция, в Штатах тоже коррупция. И условию там контекста, который был, поскольку Байдена-то именно за коррупцию обвиняли, в числе там по Хантеру и так далее. Ты знаешь, там это, хотя явно Зеленский этого не имел в виду, но там это было воспринято просто лично на свой счет. То есть вот, потому что не надо нам тут говорить, вы сами на себя посмотрите. Это, конечно, все создавало очень негативный фон к этой самой встрече. Думаю, опять-таки, тому, что они сидели так долго, что как минимум часть вот этого негатива снять удалось. А вот дальше вопрос, а с чем же мы можем зайти вот в этот образовавшийся там прорыв, и значит, что там сделать, вот тут возникают вопросы. Потому что, ну, вот это вот соглашение с Вестингхаусом, да, зачем в Украине строить новый реактор, когда у нас существующие отключаются, да, то есть из-за всей этой зеленой энергетики. Вы просто откуда эту генерацию эту, соответственно, девать? Поездка в Калифорнию, ну, я знаю, что Зеленский очень хотел встретиться с Элоном Маском, у него не получилось. С Элоном Маском встреча имела конкретный экономический смысл, потому что в Украине есть месторождение лития, редкоземельных металлов, и это все вот нужно для этой зеленой энергетики, для космоса, то есть в этом есть смысл. А зачем встречаться с Куком? Я просто к тому, что мы же не знаем, о чем Зеленский говорил с Байденом за закрытыми дверями. И мы узнаем об этом только потом, там, через какое-то время, какие будут результаты. Потому что если бы я был на месте Зеленского, я бы попросил его позвонить Элону Маску и сделать эту встречу, потому что это имело конкретный смысл. То, что были примеры относительно неудачных американских инвестиций до этого, ну, в частном режиме, да, много неудачных примеров. Я сам, как американский инвестор, вам могу такие примеры привести в своей собственной жизни. Есть же институции, которые может задействовать президент. Есть механизм ДФС, есть механизм страхования рисков. То, что они сделали по Эксембанку, это в этом смысле, опять-таки, хорошо. Если будет президент Соединенных Штатов помогать Украине лично, да, ведь эти же люди из хай-тека, это же спонсоры его избирательной кампании. И это совершенно конкретная помощь. Или по коррупции. Но мы можем тут сколько угодно говорить про назначение очередных руководителей, значит, очередных ведомств. Ну, это наша задача назначать этих руководителей. Это не дело в Соединенных Штатах назначать этих руководителей. А вот олигархов, про которые там Коломойский, Фиртыш и так далее, вот, то есть, их к себе и там наказывать. Вот это то, что они могут сделать.